Всем привет! Вы на семейном творческом канале. И с вами я, Лёля-вышивальщица. Ну вот, настал у нас новый 2019 год. Год свиньи. Это мой год. Сегодня у нас 1 января. Я не знаю, когда я смогу выпустить это видео в YouTube, но сегодня я решила для вас снять небольшое такое видео об итогах моих рукодельных этого года. К сожалению, у меня нету всех моих работ под рукой. Какие-то были подарены, какие-то еще не оформлены в рамку. Поэтому я думаю, что я вам буду вставлять фотографии и рассказывать немножечко об этих работах. У меня тут такой мой спаситель ежедневник-блокнотик. Я всегда записываю все свои процессы, когда они начинаются, когда они заканчиваются. Какие эмоции у меня преобладают при вышивке того или иного процесса. Так легче потом подводить свои итоги. Какой был у меня рукодельный 2018 год? Ну, скажем так, что он у меня был не очень плодотворный. В 2017 году я вышила намного больше работ. Но я нашла работу, кто смотрит мой канал, уже в курсе. И по работе у меня тоже бывает, что очень много каких-то рукодельных заказов. Например, ноябрь-декабрь я практически, ну, крайне мало вышивала, потому что я сшила свинок на заказ. У меня есть мастер-класс на моем канале, если вам интересно, можете посмотреть. Очень много видео о моих готовых свинках. Поэтому как-то вот в плане именно вышивки не очень плодотворно я поработала в 2018 году. Но у меня было, помимо этого, очень много других интересных работ, о которых я вам тоже сегодня расскажу. Поэтому приготовьтесь, усаживайтесь поудобнее. Можете кто-то повышевать, кто-то повязать. Потому что, возможно, видео получится не очень быстро. Немножечко буду подсматривать в свой ежедневник. И фотографии моих работ будут появляться у вас на экране. За 2017 год у меня, например, вышито 13 работ. Из них были такие большие работы. А вот за 2018 полных работ у меня вышито всего 6. И седьмая работа у меня перетекла, к сожалению, в 2019 год. Это подушка поросенок от Риолис. У меня есть на канале обзор на этот наборчик. Так что оставлю ссылочку под видео обязательно. Посмотрите. Очень хорошая комплектация набора. Вышивается она быстро, на одном дыхании. Но не было времени. Надеюсь, за январь я ее закончу. Первая работа в 2018 году у меня была от фирмы Матрёнин Пасад. Савомодница. Чехол. Обзоры на все эти наборы, а также на выполнение этих работ у меня есть на канале. В отдельном файлике. Называется вышивка крестом. По-моему, вышивка крестиком или вышивка моя. Там у меня все по вышивке. Савомодница. Это фирма Матрёнин Пасад. Артикул 8369. Это вышивка на фетре. Ее размерчик получился 10 на 18 сантиметров. Вышивала я ее для зарядки пауэрбанка своего. Значит, здесь присутствует вышивка бисером, шовчики. И стежок назад иголка. Материалы положены достаточно качественные. В принципе, мне понравилось очень выполнять эту работу. И я также довольна этим результатом. И этот набор я вышивала достаточно быстро. Буквально за 4 дня. Следующая моя работа. Это колоссальная по размерам работа. Шикарнейшая. Посмотрите, какая она шикарная. Она у меня перетеклась с 2017 в 2018 год. Это рождественская ночь от фирмы Белоснежка. Это аналог. Dimensions, по-моему. Вышивала ее крайне долго. С 1 января 2018 по 6 июня 2018. В этой работе 47500 крестиков приблизительно. Здесь очень много блендов. Крест, полукрест, бэк, бисер. Очень кропотливый процесс вышивки. Но результат потрясающий. Вы видите сами, что очень красиво получилось. Я не фанат Dimensions, поэтому для меня эта работа ничем не хуже, чем у Дима. Размер работы получился 54 на 42 сантиметра. Она вышивалась на конве и до 14 каунта. Присутствует также бисер. И здесь у нас 47 цветов мулине. Вот такая красивейшая работа у меня получилась. И я очень ей довольна. К сожалению, пока работа не оформлена. Ну, нынче, кстати, багет очень дорого стоит. И вообще сейчас рукоделие не дешевое удовольствие. Но я обязательно оформлю эту работу. Следующий мой проект, который я вышивала в 2018 году. Сумка Матрёнин Пассат Танец Трикос. Я очень давно мечтала об этой сумке. И мне посчастливилось купить в искуснице этот набор за 600 рублей по скидке. Шикарный набор. Шикарное качество материала сумки. Я с ней отходила всё лето. И ничего не отваливается, ничего не расползается. Ручки очень крепкие. Здесь у нас заготовка была сумки. Уже всё сшито. И вышивалась на бисерами, бусинами, стразами и нитками мулины. И также там была металлизированная нить. Сумка у меня эта вышивалась около двух месяцев. Единственное, что мне не понравилось, может быть мне так попалось, что в некоторых местах было не очень хорошо пропечатан рисунок. Ну, а так я, в принципе, всем довольна. И где фрузелки, я там попришивала просто бисер. Не стала я мучиться с фрузелками, хотя пришивать каждую бисеринку это тоже крайне кропотливо. Но всё-таки я решила пришить в этих местах бусины. Следующий мой проект, это был набор от фирмы Риолис. Я его вышивала летом, когда была на даче у мамы. Кто смотрит мой канал, видел это. Назывался этот набор «Чай с лимоном». Сейчас видите фотографию на своём экране. Работа оставлена там, у мамы. Она повешена на кухне, как я и планировала. И не очень понравилась в этой работе сама канва. Какая-то она слишком была рыхлая. Я, наверное, люблю больше плотную канву. Но, в принципе, набор вышивался достаточно легко. Следующая моя работа по вышивке, которую я начала в 2018 году. И да, кстати, плавно перетекли. У меня, оказывается, не один процесс в Новый год, а два процесса. Это волшебный замок с Алиэкспресс, который я вышиваю. На шёлковыми ниточками. И подушка поросёнок от Риолис. Волшебный замок Дисней. Да, колоссально огромных размеров работы. Не знаю, вышивается ли она за 2019 год. А вышивается на шёлковыми нитками. Я уже привыкла, в принципе, к этим ниточкам. Уже приноровилась, как ими вышивать. Мне нравится. И нравится сам результат. Но работа больших размеров. И хоть она и вышивается на конвес с напечатанным рисунком, что делаю я впервые. Я думаю, что не быстро она у меня вышьется. Ну и последний мой проект вышивки крестом, который также плавно перетек у меня в Новый год. О чём я немножко сожалею, потому что хотела я эту подушку вышить к Новому году. Это подушка поросёнок от фирмы Риолис. Замечательный комплектаций набор. Просто восхитительный. Всё-всё-всё в этом наборе есть. Суперская канва. Отличная, удобная схема. Вышивается на одном дыхании в одно удовольствие. Вот пару свободных вечеров. И я думаю, она будет готова. Можно будет приступать к сшиванию этого набора. Это, наверное, все мои, не наверное, а все мои вышитые работы. Но кто смотрит мой канал и следит за моим творчеством, уже знает, что я также пристрастилась к вязанию. Это началось летом. Летом я связала плед хвост русалки. Это моя была первая работа, вообще вязанная спицами. И мне это очень понравилось. Потом я связала бактус также спицами. Мне тоже очень понравилось, как у меня получилось. И у меня в планах и дальше продолжать. Это моё ещё одно увлечение. Затем я увлеклась вязанием игрушек. А у меня родилась свинка, мальчик-поросёнок. И свинка-девочка. Замечательные вообще работы. Мне понравились они. И понравилось также вязать крючком игрушки. Тоже хочу продолжать и не бросать это увлечение. Иногда вот хочется не только повышевать, но и отвлечься и повязать. За этот год шило очень много поросят из капрона в чулочной технике. Поросятки получали замечательные. Шли на расхват. Что же ещё у меня было в этом рукодельном году? Много всего интересного. В принципе, я довольна этим годом. Несмотря на то, что у меня очень мало вышилось наборов. Но я зато попробовала себя в технике вязания. В технике вязания игрушек крючком. В чулочной технике. Сейчас, кстати, впереди у меня разрабатывается мастер-класс. У нас будет следующий год мыши. И я сейчас работаю над чулочной куклой-мышью. И обязательно буду снимать для вас мастер-класс. Ну, вот такой у меня получился рукодельный 2018 год. Всего лишь 5 работ. Одна из них была хороших больших размеров. Остальные такие небольшие. Плюс 2 работы, которые у меня перетекли в новый год. Но у меня было очень много других рукодельных работ. О которых я вам сегодня тоже немножечко рассказала. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Вы были на Семейном Творческом канале. С вами была я, Люля Вышивальщица. Всем пока-пока. До новых встреч.